Вот такую апокалиптичную картину обнаружили жители Поповки на прошлой неделе. Высохшая река, сломанная дамба. Ее построили еще в 25-м году. К нашему приезду в Поповку стали стягиваться чиновники и люди в погонах. Екатерина Коренева в селе бывает наездами. Увидев случившееся, смолчать не смогла. Не только подняла в ружье прессу, но и написала в паблик Вячеслава Володина. Следов замора рыбы не видно. Убрали и трупы погибших животных. Встала утром речка, а потом в обитнике. Вон коряга шибла, швы. Едем упала. Коряга застряла. Я пишу там за коряк, что шлюз может с ним потереть. Я об этом узнала в понедельник. Мне в понедельник мы звонили, я позвонила в главную администрацию. В главную администрацию начала выяснять вот это вот. Нам сказали, что здесь авария произошла с этим деревом. Попросили человека помочь нам убрать это дерево. А теперь вот починят этот шлюз и опять будет набираться вода. Леонид Усов, местный предприниматель, имеет небольшой рыболовный участок на реке. Уверяет, что рыба и бобры погибли намного раньше, чем произошел инцидент с дамбой. Сооружение – это ничьи. Мы давали участок реки для того, чтобы рыбу пускать и народ, который здесь ловил бы. Я хотя бы имел какое-то право говорить о том, чтобы они этого не делали. Чтобы сетки не ставят, приезжают здесь из города и так далее, сетями все перекрывают и все. Но для этого было все сделано, чтобы было какое-то хотя бы право. Чтобы сказать, я отсюда, потому что я как бы здесь аренду и я здесь рыбу запускал. Я запускал сюда толстологику Белого Амура и карпа. Все погибло сейчас? Да я такой, что погибло. А на рыбу-то еще когда месяц назад была, кверх, брюх, он тут по этому. А бобры три недели назад сдохли. А в связи с чем? Да я такой, в связи с чем, может, сверху что-то слили. Ну, потому что бобер такая вещь, он вот в такой вот речушке живет, а здесь осталось что-то для него. Вон они там все за дамбурь. Призыв бизнесмена провести субботник часть населения встречает в штыки. Ну, давайте так. Вот вы сейчас скажете, какое число. Давайте назначаем число. И я посмотрю, сколько народу придет. А почему вы посмотрите? Нет, ну потому что я приду 100%. Ну, вот вы говорите, что я посмотрю, вы присутствующие придете вы или нет. Ну, давайте, вот давайте, вот число, не надо издалека, а давайте число. Почему? Вот мне эта тема очень интересна, то, что случилось с рекой, и как сейчас все за собой следы заметают. Как женщина из администрации сейчас по понедельникам, на понедельники ссылается, на самом деле, ничего, у нее одно число с другим не сходится. Тут все белыми нитками шито. Это во всему. Ну, вот к тому, что вот вы сейчас говорите, а давайте, а давайте. Ну, а кто дон? Мне кажется, нужно было сразу взять и решить эту проблему, чтобы река не ушла полностью. Хотя бы временно заложить ее мешками с песком, эту дамбу. Вот еще два дня назад здесь была река, вот этот рукав был. Прошло два дня, он полностью пересох. Хотя бы мешками бы заложили, неделю назад, когда это случилось, уже не было бы такой катастрофы. Юрий Бажуткин, представитель российского экологического общества, тоже в Поповке. Выдвигает версию о сбросе в реку вредных веществ. Градус напряжения начинает подниматься. Смотрите, логично, то есть вода стоит, большая вода, дамба закрыта, значит, да? Кто-то сбрасывает гадость, ну, негодяй, да, какой-то, нарушитель природоохранного законодательства. От нее, от этой гадости, умирают бобры и рыба. А потом, когда вода ушла, ну, конечно же, и гадость ушла, но мертвый бобер, может, тоже утек, кто ее знает. То есть, она же не может, когда течет, когда течет, вот вы правильно сейчас сказали, на свежем воздухе трудно заболеть. Это просто требование, вот поэтому надел маску. А на самом деле, если мы ходим по природе, то не заболеешь. Вот, поэтому и здесь точно так же произошло. А когда течет, и... А здесь еще была какая-то, знаете, бревна. То есть... Да, ну, как-то очень удачно. А весна, весна, половодие, хоть они не сильные, но все равно весна. Не было половодие, и весна уже, простите, 1 июня. Нет, ну, как бы, ну, все равно, но весна, течет же все. Ничего, ничего, абсолютно было спокойное течение. Мы ходили на речку купаться, абсолютно было спокойно речку. Какое половодие? Но сам факт того, что я лично сюда приехала на велике, и мы были очень вообще в ужасном шоке от того, что здесь было огромное вот такое просто дерево, которое просто было вбито в дамбу, с какой-то, я не знаю вообще, с какой-то скорости, да, надо было... ...речки, чтобы пробить дамбу. Ну, вода, да, она стоять. Просто, она стоит, она ничего не делает. И сейчас она спокойная. Какое же здесь может быть это наводнение тогда? Да, ну, вообще, должно быть, крах какой-то, тогда в таком случае творится. Я не про это, я видел дерево, видел здоровое бревно, да. Но еще дамба была целая, вот понедельник. Вот и все. Она, видимо, стучалась, стучалась в дамбу, стучалась, стучалась, три дня, три ночи. И, наконец-то, достучалась. Апогеем слета важных персон стал приезд всего Саратовского природоохранного прокурора. Виктор Ростов без раскачки приступает к проверке. По поводу погибших, вот этих биоресурсов, человек все рассказывает, как бы... Во всяком случае, когда мне сказали, я приехала, я не увидела. Я также вот приехала сюда, проходила. Я живу не в этом селе просто, да? На следующий день приезжаю. Я в рыбушке, да? Да, я в рыбушке. Биоресурсов погибших я не видела. Население обратилось в пятницу, мы сразу... А они что говорили? Они обратились именно по поводу... По уровню воды. Да, резкого понижения уровня воды. И я сразу поехала, увидела это, связались. Мой специалист сразу позвонила Леониду Павловичу. Он говорит, я в курсе, делаю затвор. Версию о сбросе озвучивают и в Минприроды. Вот только загадка, куда делась погибшая рыба? Это не наш объект, он федеральный. Но при выращивании используют торфы, что-то там, дополнительные, как вместо бронда. И время от времени они его зачищают и складируют на своей территории. Так как их территория, прям, можно сказать, вплотную привлекает к береговой полосе, не исключено во время вот этих дождей многочисленных. Ну и этот фактор мы не исключаем, да? Ну, посмотри, надо согласен. Чтобы трактором чего-то куда-то сдвинуть. Вот мы будем смотреть. Вот этот торф, он может дать темноте. Да, и он и дает. Починить дамбу жителям обещали уже в эту субботу. Уровень воды в реке, уверяют чиновники, восстановится за пару дней. Вот только кто сломал гидросооружение? Бревно или все-таки человек? Ответа пока нет.